Добрый вечер, спасибо, Дарья, за такое представление. Спасибо, что вы все сегодня пришли. Вот у нас не только люди, но даже животные приходят к нам на наши мероприятия. Ну и первое, с чего я хотела бы вообще начать, что если ежегодно с 25 ноября по 10 декабря во всем мире проходит акция, которая называется «16 дней против гендерного насилия», которая была учреждена Организацией Объединенных Наций. И эта акция призвана привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин. Существует большой призыв как раз в этот период, в эти 16 дней проводить мероприятия, которые рассказывают о неравенстве, о дискриминации, о насилии, о проблемах, с которыми сталкиваются женщины во всем мире. И, конечно, очень приятно, что есть такая возможность, что «Феминитив» тоже проводит в Калининграде мероприятие в эти даты, и мы с вами можем тоже об этом поговорить. И заканчивается эта акция 10 декабря. 10 декабря – это не случайная дата. Это дата принятия всеобщей декларации прав человека, которая была принята в 1948 году, после окончания, ну, еще даже до окончания Второй мировой войны. Вот в следующем году 75 лет будет этому документу. Это первый вот такой всеобъемлемый документ, который вообще закрепил основные права человека во всем мире. И он нам, собственно, и говорит о том, что все люди обладают равными правами, и мужчины, и женщины. Вот. Ну и, как известно, как показывают нам многие исследования, вот экономическое неравенство, наша сегодняшняя тема, также связано с насилием, и люди, которые оказываются в бедности, которые оказываются в зависимом положении, они оказываются и более уязвимы для насилия, и в более уязвимом положении, и, да, чтобы стать пострадавшими от разного рода насилия. И мы с вами тоже об этом сегодня поговорим, вот об этой связи, да, и именно поэтому эта тема тоже важна, эта тема тоже вполне логично вписана вот в эту компанию, которая призвана противодействовать насилию в отношении женщин. Вот. Но в качестве такой небольшой иллюстрации я вот расскажу, что мы тоже встречались с коллегами, которые представляют различные женские организации, которые именно занимаются темой насилия в отношении женщины, домашнего насилия. И они рассказывали о своих идеях, о том, чем они занимаются, как они используют технологии современные в своей работе. И один из проектов касался того, что организации делают такую техническую возможность для маскировки вот транзакций по счетам, когда вы оплачиваете банковской картой какую-то услугу, какую-то операцию, в вашей выписке по банковскому счету она будет отражаться как-то иначе. И я тоже поймала себя на мысли, что, ну вот, когда мы не сталкиваемся с такими проблемами, мы даже редко об этом думаем. Когда женщины находятся в зависимом положении, экономически зависимом, и их счета контролируются, они даже не имеют возможности, например, обратиться к психологу оплатить эту услугу или обратиться к юристу и оплатить эту услугу, потому что вот их партнер, который контролирует этот счет, он увидит эту транзакцию и это вызывает вопросы, да. И для этого вот организации эти правозащитные, женские, изобретают вот такие сложные механизмы для того, чтобы можно было как-то избегать вот этих проблем. То есть это такая вот маленькая иллюстрация того, да, как вообще вот экономические вопросы, вопросы экономической зависимости связаны с нашей безопасностью и с нашей свободой от насилия. Вот, но, да, у меня тут немножко сложная панель управления, но начну я с глобальной картины относительно того, как вообще устроено гендерное неравенство в экономике во всем мире, потому что проблема это, конечно, не только российская, но касается это ситуации во всем мире. Существует несколько различных исследований международных, которые вообще измеряют гендерное равенство в мире. Одно из них, которое называется глобальный индекс гендерного разрыва, это исследование Всемирного экономического форума такой организации, которая уже много лет проводит это исследование и меряет гендерное равенство по четырем ключевым областям. Это как раз экономическое участие, карьерные возможности, это доступ к образованию, это здоровье и выживание, и это политические права и возможности. И вот складывая все эти четыре ключевых сферы, она делает такой рейтинг стран, и мы можем посмотреть, с одной стороны, как изменяется ситуация во всем мире, куда мы движемся глобально, а с другой стороны, как обстоят дела в разных странах, которые попадают в сферу этого исследования. Ну и вот много лет, конечно, мы наблюдаем за этим исследованием, это довольно интересно. Вот так вот выглядят 16 страны, вот первую десятку мы можем посмотреть. Единственная страна из нашего региона, которая сюда попадает, это вот Молдова, она как раз на 16 месте находится, и традиционно это такая стабильная картина на протяжении многих лет, что возглавляет этот список скандинавские страны, это Исландия, Финляндия, Норвегия, вот там чуть ниже Швеция, в которых, как считается, с гендерным разинством вот все наиболее хорошо в сравнении с другими странами. Но с другой стороны, вот если мы посмотрим вот эту колонку цифровую, то ноль — это вообще отсутствует равенство, и единичка — это гендерное равенство достигнуто, и мы можем видеть, что несмотря на то, что в скандинавских странах, в некоторых европейских странах ситуация лучше, но в мире до сих пор не существует ни одной страны, где равенство между мужчинами и женщинами было бы достигнуто. И это касается и вот сферы экономики, одной из четырех ключевых сфер. Также в мире до сих пор не существует ни одной страны, где мы могли бы сказать, что существует равенство мужчин и женщин, хотя, конечно, некоторые страны продвинулись чуть дальше, а некоторые, вот, к сожалению, еще нет. Вот это так выглядят как раз эти субиндексы по каждой из сфер, и вот вторая синенькая полосочка, а это как раз экономическое участие и возможности. То есть мы видим, что со здоровьем и образованием во всем мире получше во всех странах, а вот с экономикой значительно хуже, с равенством в экономической сфере, ну и хуже всего дело у нас обстоит с политическим участием, там разрыв самый большой между мужчинами и женщинами. Если мы смотрим по регионам, то Россия здесь была отнесена в их классификации к Центральной Азии, это красная у нас полосочка на графике, и вот мы можем посмотреть, что это четвертое место в сравнении с другими регионами мира, то есть лучше всего все стоит в Северной Америке, и затем Европа, а затем мы немножко уступаем Латинской Америке, ну и остальные страны, они находятся в чуть более худшем положении. То есть, ну вот так вот такая серединка. Почему я не, да, вот мы можем посмотреть этот регион Центральной Азии, как наши соседние страны здесь выглядят, ну вот лучше всего дела обстоят в Молдове, да, как мы и видели, она на 16-м месте, если во всем мире находится, к Беларуси, вот к хорошим позициям Беларуси. Ну и честно говоря, у меня есть вопросы некоторые, вот, да, к такому рейтингу, вот, но дело в том, что они используют официальную информацию, да, которую вот предоставляют страны, поэтому, в общем, да, некоторые вопросы возникают, но вот в целом, да, вот картина выглядит таким образом, и, конечно, конечно, нас в первую очередь интересует Россия, и с Россией такая ситуация в этом году, это вот индекс 2022 года, и обычно, когда я его показывала раньше, я говорила, что существуют некоторые страны, которые не покрываются этим исследованием, и в том числе и страны нашего региона. Долгое время была такая ситуация, что в это исследование не входили Узбекистан и Туркменистан. И вот я всегда говорила, что, ну, вы, конечно, понимаете, что Туркменистан это не демократическая, очень закрытая страна. Узбекистан тоже самое было до последнего времени, до недавнего, и просто невозможно, то есть, с одной стороны, там нет вот этой информации, разделенной по полу, да, сложно анализировать, с другой стороны, вообще большие вопросы возникают в качестве этих данных, поэтому вот они не включали их в это исследование. Вот с Узбекистаном ситуация изменилась, там изменился президент, да, и вообще все в политическом плане стало немного лучше, и, в общем, они теперь включены в этот индекс, а вот Россия в этом году исключена из него. И вот Россия больше этим исследованием не покрывается, то есть, как вот обстоят дела в 2022 году, мы не можем узнать из этого исследования, где находится Россия. Но у нас есть исследование прошлого года, 2021-го, которое, в принципе, ну, все-таки какое-то представление нам дает о ситуации. Вот так выглядит профиль России, то есть мы видим, что, как и во всем мире, ситуация с доступом к образованию и с доступом к здравоохранению и вообще со здоровьем у нас очень хорошая. А вот даже считалось, да, что в доступе к обучению мы практически достигли паритета, с экономикой все несколько хуже и вот совсем сложно с равенством в политической сфере. Но это в целом совпадает вот с этой общей картиной. В мире понятно, что, конечно, право на образование у нас и для мужчин, и для женщин в равной степени предоставлено. И вот в отличие от каких-то стран азианских, африканских, и мальчики, и девочки у нас ходят в школу, конечно, да, и могут получать высшее образование и так далее. А вот с экономикой и с политикой все хуже. И динамика, которая существовала до этого времени, она нам показывала, что ситуация не улучшалась, а наоборот, к сожалению, ухудшалась. То есть вот если мы сравним с 2006 годом, тогда Россия в общем рейтинге стран находилась на 49-м месте, в первой его части, а в прошлом году она находилась уже на 81-м месте, это ровно было посерединке. Вот, то есть опускалась. И то же самое происходило с вот экономическим участием, то есть было 22-е место, стало 25-е. Но так как это сравнительный, да, рейтинг, то здесь, конечно, есть разные факторы. С одной стороны, к вопросам гендерного равенства в последнее время было привлечено много внимания на международном уровне, и в разных странах предпринимались серьезные усилия для его достижения, и поэтому вот не предпринимая аналогичных усилий, да, страны немножко опускаются, потому что в других странах ситуация становится лучше. Вот. Но и, да, происходят разные здесь изменения, или наоборот, не происходят те изменения, которые были бы необходимы, но вот в целом в мировом, да, вот этом исследовании, на глобальном уровне, вот и Российская Федерация выглядит таким образом. Далее, да, у нас была пандемия два последних года, 20-й год, 21-й год. И все исследования нам говорят о том, что вот все вот эти вот усилия многочисленные, которые предпринимались до начала пандемии, к сожалению, они во многом были сведены на нет, или даже нас немножко отбросило назад, вот этими негативными последствиями, которые тоже имеют гендерное измерение, которые были связаны с пандемией COVID-19 во всем мире. И исследователи делают прогноз, и вот в этом году, в 2022-м, они сделали прогнозы, что для того, чтобы достигнуто было гендерной равенства во всем мире, нам требуется 132 года. До пандемии их прогноз был более оптимистичным, они говорили, что требуется 100 лет. Ну, в общем, и та, и другая цифра нас с вами совершенно не утешает, да, в общем, шансы увидеть это, да, стремятся к нулю. Вот, а если говорить о нашем регионе, вот то, что они называют Центральная Азия, да, то здесь вот требуется еще чуть больше, это 152 года. Ну, и, собственно, к чему, да, к чему вот этот весь пессимизм? Они говорят нам о том, что да, это, конечно, слишком медленно, но это если мы движемся в таком темпе, как мы движемся до сих пор. Поэтому необходимо прикладывать дополнительные усилия, чтобы ускорить этот процесс, чтобы не ждать так долго, чтобы не ждать 100 лет или даже более, чтобы мы или наши дети могли жить в более равном обществе. Вот, но и, да, вот пандемия. Почему вот это влияние пандемии, оно настолько серьезное именно в гендерном разрезе? Тоже, конечно, существуют исследования и международные, и разные региональные страновые, в том числе и в России некоторые, о том, как пандемия воздействовала на занятость, в том числе и в гендерном аспекте, да, как по-разному она воздействовала на мужчин и на женщин. И, в целом, вот это тоже такая парадоксальная, можно сказать, ситуация, потому что женщины, если мы говорим применительно к России, это очень большая группа. И спецификой вообще российского рынка труда, в отличие как раз от других стран в мире, является то, что женщины на равных, вот, практически поровну вовлечены, да, в участие в рынке труда. То есть во многих странах проблема состоит в том, что вообще мужчины участвуют намного больше в рынке оплачиваемого труда, чем женщины, вот в России, примерно поровну, да, то есть это не маленькая группа, вот, но женщины всегда оказываются в более уязвимом положении во все кризисы, будь то кризисы экономические, будь то кризисы эпидемиологические или какие-то конфликты, связанные с военными действиями и так далее. Вот это воздействие кризисов, оно неравномерно и на женщинах оно отражается больше. И вот что мы могли видеть, да, что происходило. Ну, во-первых, росла безработица во всем мире и росла безработица в России. В России существует тоже специфическая ситуация, у нас традиционная низкая безработица, которая много лет уже держится на уровне 4-5 процентов, и это, в общем, довольно низкий уровень безработицы, но вот небольшой рост в России тоже в этот период был, да, закрывались организации, закрывались организации, которые оказывают услуги населению, потому что это было невозможно, опасно, изобрещено, культура, туризм, да, вот все, что с этим связано. И если мы посмотрим вот на эту структуру занятости, то во многом вот эти сферы, которым пришлось ограничить серьезно или даже прекратить свою деятельность, это как раз те сферы, где были преимущественно заняты женщины. Соответственно, сокращались доходы от заработной платы, сокращались заработные платы в связи с тем, что была потеряна работа или сокращено рабочее время или изменена занятость и так далее. Произошла такая принудительная виртуализация, когда мы все перешли на работу онлайн, ну все, кто мог, да, это касается вот образования, науки, каких-то офисных работников, и работали из дома, работали удаленно, вот так, довольно внезапно. Вот, как это отразилось на женщин? В связи с тем, что домашнее и рабочее пространство больше не были разделены, вот женщины многие оказались в такой изоляции, и во всем мире был зафиксирован рост насилия в это время, домашнего насилия в отношении женщин, и возможности женщин получить помощь тоже были ограничены, потому что иногда они просто физически не могли выйти из дома в связи с ограничениями и отсутствия, например, общественного транспорта из-за пандемии. И также была сокращена деятельность организаций, которые обычно им помогали. Вот. Ну и, кроме того, и в ответных мирах, которые принимались в ответ на пандемию, мы тоже могли увидеть вот это вот гендерные различия, например, в России. Это была весна 2020 года, пандемия только началась, и как раз организации стали думать, да, что можно часть работников переводить на дистанционную работу, и они стали выпускать такие локальные акты, которые они публиковали, да, вот как они переводят своих сотрудников на дистанционную работу. Я просто с изумлением их читала, те, которые были доступны, потому что там прямым текстом было написано, что женщин, мы переводим в первый учит, женщин, которые имеют детей на удаленную работу, но, да, могут быть мужчины тоже, которые имеют детей, например, даже одинокие отцы, которые имеют, да, детей, а про них там ничего не было сказано. То есть вот этот вот стереотип о том, что женщина – это именно, да, тот работник, который заботится о детях и семье, вот, да, мы могли его видеть, как он выражается вот в этом локальном регулировании. Ну, вот так выглядит график вообще роста безработицы. Вот зеленая полоса – это безработица женщин во всем мире, синий – это безработица мужчин. Мы, конечно, увидим, что в целом безработица растет, но существует различий, такой значительный разрыв все-таки между ростом безработицы для мужчин и для женщин. Вот, ну и в России, да, как я уже сказала, в России тоже отмечался рост безработицы, и это была такая уникальная ситуация, что впервые с 90-х у нас тоже женская безработица превысила мужскую безработицу. То есть в целом безработица все равно оставалась официальная безработица, которую регистрируют довольно низкой, там 6 с лишним процентов. Но вот это было довольно интересно, что впервые за 30 лет, опять же, в кризис, да, мы сразу видим, что женская безработица превысила мужскую, чего до этого не происходило. Но вообще, понимая вот такую ситуацию во всем мире, да, что проблема существует во всех странах, проблема многогранная, в кризисы ситуация еще ухудшается, локальные кризисы происходят у нас там-то там периодически. Собственно, Организация Объединенных Наций принимает поведку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Иногда эту повестку называют зеленой повесткой и акцентируют внимание на том, что она связана с более рациональным использованием ресурсов. Ресурсов Земли вообще, ресурсов нашей планеты для того, чтобы избежать каких-то климатических катастроф. Ну вот, если мы посмотрим, да, вот на эти цели, которые она включает, их всего 17, то мы видим, что они очень разные и что включают они, конечно, не только экологические цели. Вот. И, собственно, да, вот у нас есть Верховный комиссар ООН по правам человека, который говорит, что единственное, что мешает женщинам полностью раскрыть свой потенциал, это дискриминация, которая существует до сих пор во всем мире и во всех странах. О дискриминации мы сегодня тоже как раз поговорим и как она у нас в экономике проявляется. Но дискриминации сейчас тоже, и гендерной дискриминации уделяется много внимания, да, и считается, что это одно из наиболее распространенных вообще форм нарушений прав человека в современном мире. И с одной стороны она крайне распространена, с другой стороны это явление, которое может быть скрытым, не таким явным, которое трудно выявлять и с которым сложно бороться. Ну и более того, кроме вот дискриминации есть еще и дискриминационные практики, которые вообще, да, они не основаны на законе или на регулировании, но также могут быть широко распространены в разных сферах. Вот, но да, вот когда мы говорим о дискриминации, это тоже такое заимственное для нас слово вообще, что это означает, уходя от такого сложного формального юридического языка, это различные обращения с людьми, которые находятся в сопоставимой или одинаковой ситуации и которые облечет какие-то негативные последствия. В нашем случае это разное отношение к мужчинам и женщинам, например, в одинаковой ситуации. Вот. И далее, переходя к нашим целям устойчивого развития, мы вот можем смотреть, что у нас есть цель номер 10, это снижение неравенства. Неравенство имеет много измерений, например, экономическое неравенство, оно тоже, да, не только гендерное, но вообще, да, разрывы между богатыми и бедными, разрывы между разными странами и так далее. Но вот принимая эту цель, да, все страны, все страны-члены согласились с этим, что необходима еще отдельная цель, которая направлена на достижение именно гендерного равенства, потому что это отдельная большая проблема, которая не решена во всем мире. И вот цель номер пять, провозглашена гендерное равенство. И, конечно, эта повестка принималась в 2015 году до 2030 года на 15 лет. Существовало много ожиданий и надежд, которые были с ней связаны, но, да, вот пандемия и другие кризисы сейчас практически не оставляют, конечно, нам надежды на то, что где-то или глобально эти цели будут достигнуты к 2030 году. Вот. Я привезла несколько докладов о достижении вообще всех целей и устойчивого развития в России, которые готовило российское гражданское общество, когда Российская Федерация отчитывалась об этом в Организации Объединенных Наций. Вот. И я несколько экземпляров положила вот там в конце зала, где стоят цветы. Вот. Если кому-то будет интересно, возьмите, почитайте там как раз подробный тоже есть анализ того, что происходит с гендерным равенством в России и со всеми другими целями тоже. Ну и вот есть такая еще цель номер восемь. Это как раз экономический рост и достойная работа. И в этой цели как раз экономический рост связан именно с достойной работой, потому что никакого устойчивого экономического роста без хорошей и достойной работы, да, не может быть. И эта цель, да, каждая цель, она имеет свои задачи. И вот одна из задач — это как раз искоренение дискриминации во всех ее проявлениях, в том числе и гендерной дискриминации в сфере труда. Вот эти цели, они связаны. И, конечно, вообще гендерное равенство, вот эта цель, она имеет такой пронизывающий характер. И да, во всех других целях мы тоже можем найти вот это измерение. Но если мы говорим о качественном образовании, что там тоже должно соблюдаться гендерное равенство. Если мы говорим, например, о чистой воде, ресурсах санитарий, должен быть обеспечен равный доступ и для мужчин и для женщин. Ну и вот так далее, и так далее. И вот эта вот цель номер восемь, она тоже имеет вот это гендерное измерение, что прямо и прописано. Вот. Ну и переходя как раз к экономическому гендерному неравенству, которое имеет системный характер и проявляется во всех сферах нашей жизнедеятельности. Существует тоже много разных измерений, много разных проявлений. Проявляется и в доступе к ресурсам, и материальным, и в власти, влиянии и времени в правах, включая и право на равную оплату за труд равной ценности, которое закреплено и в международных документах, и в российском законодательстве прямо прописано. Доступ к власти и влияние – это уровень принятия как раз политических решений, и мы видели, что с гендерным равенством у нас там все не очень хорошо. Ну, женщины у нас в парламенте составляют 15% сейчас, в прошлом парламенте они также составляли 15%. То есть это такая у нас устойчивая цифра. Это не очень много, но мягко говоря, да. Вот страны, например, которые используют гендерные квоты в политических процессах, они используют часто квоту, которая на уровне 30%. Для мужчины, для женщины. Вот гендерные квоты, что и мужчины, и женщины должны быть представлены на уровне не ниже 30% хотя бы. А сейчас в европейских странах тоже они еще более высокие уровни там заявляют в отдельных сферах, но вот хотя бы так у нас пока этот уровень ниже. Ну и, конечно, гендерный разрыв в доходах, включая гендерный разрыв в заработных платах, пенсиях, как производные от заработных плат, и распределение время неоплачиваемый, неоплачиваемый домашний труд, который принято считать традиционно женской работой. Что касается разрыва в зарплатах мужчин и женщин, это такой тоже важный показатель, который измеряют во всех странах и на глобальном уровне. И вот считается, что во всем мире женщины зарабатывают 77% от каждого доллара, который зарабатывают мужчины. Тот же Всемирный экономический форум говорил нам, что в среднем во всем мире такой разрыв в зарплатах составляет 23%, но вот в среднем во всем мире это скандинавские страны, где там 4-6% разрыв, и там африканские и южноазиатские страны, где вообще разрывы большие. И в Европе, например, в среднем это 14%, то есть значительно ниже. И как раз европейские страны, они работают над тем, чтобы менять регулирование, менять условия. И мы видим, что, видимо, это дает результат, все антиэскормиционное законодательство, которое принималось за последние годы в Европе, что цифры там лучше, чем в других странах. Так, если говорить о России, то гендерный разрыв в зарплатах в России в среднем 28,9%, ну да, вот около 29%, то есть это превышает и средний мировой показатель, который 23, и в два раза выше, чем в Европе. Это вообще значительная и очень высокая разница в оплате труда. И интересно, что в последние годы существования Советского Союза уже были подобные исследования в России, подобная статистика существовала. И вот 91-й год, такие данные существуют, примерно на уровне 30% этот разрыв существовал. То есть вот за 30 лет практически ничего не изменилось. То есть это очень устойчивая ситуация для России. Существует еще такое специальное исследование о заработной плате именно в мире, которое делает Международная организация труда. Вот они говорят, что в целом в мире такая разница 20%, а в России примерно 27,9%. То есть совпадает с нашими цифрами нашей официальной российской статистики. Такие данные. Но это вообще в целом, да, если вот мы берем медианную заработную плату, то есть медианная, это когда мы не включаем в расчет экстремальные самые высокие и самые низкие доходы, да, вот эти расхлонения. Если мы их убираем, то вот медианный разрыв оказывается еще немножечко больше в зарплатах. Но вот что интересно нам здесь, что, конечно, как каждый раз, когда вот у нас занятия, лекции или какие-то мероприятия, которые посвящены именно заработным платам и разрыву в заработных платах, всегда практически мне задают вопрос о том, что... Но все-таки, конечно, такие разрывы могут существовать, потому что люди обладают разной квалификацией, они делают работу какую-то по-разному, даже если они в одной организации работают, да, обладают разными навыками. Конечно, вот эти исследования, они это учитывают, и это называется объяснимыми причинами вот в разрыве зарплат. И вот такие вот объяснимые разрывы, они и исключаются, да, у нас остаются только необъяснимые. И вот в России как раз если бы мы брали вот этот необъяснимый разрыв, то женщины должны бы еще получать немножко больше, чем мужчины, примерно на 11%. Вот в Бразилии тоже такая же ситуация. Потому что в среднем женщины обладают более высоким образованием, но в среднем, да, и более высокой квалификацией, чем мужчины. То есть и тогда вот вообще ситуация должна бы быть обратной, и мы бы должны видеть, что зарплаты женщин отличаются от мужских в лучшую сторону. Но мы этого не видим. И тогда вот если мы еще вот эту вот разницу, да, 32 плюс 11 складываем, то получается фактически разрыв еще больше. Но это касается только разрыва в оплате труда. Почему мы так говорим об этом отдельно? Потому что все-таки структура доходов российского населения, она тоже имеет свою специфику, и основной источник доходов у россиян – это заработные платы, на втором месте пенсии и пособия. Пенсии и пособия связаны с размерами заработных плат, да, определяются, исходя из размеров тех зарплат, которые вы получали, но либо как бы на минимальном уровне, как социальные пособия начисляются. Вот. А если бы мы посмотрели разницу в уровне доходов, то там уже мы смотрели бы не только на зарплаты, но и на многие другие доходы. Это, например, пассивные какие-то доходы, это там доходы от акций, от имущества, ну и что-то еще. Как раз те же пенсии и пособия. Вот если смотреть разрыв доходов, то он примерно в два раза. То есть он еще выше у мужчин и у женщин. Но и посчитать его сложнее, потому что многие доходы у нас неофициальные, да, или вот сложно и непрозрачно как бы их отслеживать. Да, ну вот это, собственно, вот про эту двукратную разницу. Понимая такую ситуацию, то же самое, Организация Объединенных Наций выступила с инициативой о проведении Международного дня равной оплаты за равный труд. Назначили его два года назад на 18 сентября. И так же, как вот в эту акцию «16 дней против насилия» призывает проводить какие-то мероприятия, которые бы рассказывали об этой проблеме и побуждали людей, побуждали организации, правительства, всех, кто обладает полномочиями, как-то решать эту проблему. Почему мы выбрали такую дату? Вот если мы, да, смотрели разрыв зарплаты во всем мире, то они посчитали, как бы распределив это по временной шкале. И тогда получается, что если мы считаем, что у мужчин 100% времени в год оплачивается, да, 12 месяцев, а у женщин нет, тогда вот до 18 сентября женщины работают, получая зарплату, а остальное время до конца года их труд уже не оплачивается, потому что дальше, да, вот существует вот эта разница. Вот так вот была вытрана эта дата. Но насколько вот я могу судить, да, насколько я это вижу, ну, в России не очень много внимания к этому привлечено, и там вот эту дату ничего особенного и специального как раз пока не проводится. В разных странах это бывает по-разному. Я вот где-то оказывалась в эти даты в других странах, и, например, я видела такие акции, что вы приходите в кафе или даже где-то прям висит афиша, что в этот день вот определенные магазины и кафе дают женщинам скидку на вот эту разницу в оплате труда, которая существует в их стране. Ну, например, вот таким образом привлекая к этому внимание. Ну и как же вообще складывается этот разрыв, да, почему такая разница возникает? Из нескольких факторов. Во-первых, существует горизонтальная сегрегация во всем мире и в России тоже. Мужчины и женщины неравно распределены по разным сферам экономической деятельности, по разным отраслям деятельности, и женщины сосредоточены, как правило, в тех отраслях, которые являются низко оплачиваемыми, а мужчины, наоборот, в тех, которые являются высоко оплачиваемыми. Ну, профессиональная, да, сегрегация мужские и женские профессии. Представление о том, что мужчины и женщины, ну, как-то вот специально по своей биологической природе подходят лучше или хуже, или совсем не подходят для каких-то определенных профессий. Ну, это такие, да, вот, проецирования стереотипов, которые существуют в обществе на вот эту профессиональную сферу, и которая, к сожалению, до сих пор, вот в 21 веке, в 22 году до сих пор существует и даже озвучивается иногда, да, вот и работодателями в том числе, которые предпочитают брать сотрудников одного пола и не брать другого. Ну, и если мы тоже посмотрим исследования, то есть некоторое такое деление нам может представляться более естественными, но если мы посмотрим вот исследования, как там в разные годы и в разных странах, и в разных культурах это объяснялось, то некоторые, конечно, варианты кажутся нам довольно экзотическими. И, например, в некоторых культурах считалось, что женщины более склонны для какой-то такой монотонной, однотипной работы, которую нужно выполнять руками, потому что у них более гибкие и более быстрые пальцы. Ну, вот как бы, да, такое нормальное биологическое объяснение. Вот. Ну, кроме того, существует вертикальная сегрегация. Вертикальная сегрегация – это гендерная пирамида, еще ее называют. А это когда по мере повышения послужебной лестницы у нас становится все меньше и меньше женщин. И женщин на руководящих позициях меньше, чем мужчин. Ну и, конечно, мы понимаем, как распределяются зарплаты, да, по этой гендерной пирамиде. Конечно, чем лучше позиция, тем выше зарплата. Вот. Ну и последняя составляющая, которая у нас немножко уехала на слайде – это, собственно, дискриминация. Это вот уже проявление дискриминации, когда, работая в одной организации и выполняя одну работу одинаковую, женщины и мужчины получают за это разную зарплату. И это запрещено российским законом, трудовым кодексом. Но на практике такое существует и, в общем, остается довольно таким широко распространенным явлением. так, а у нас… Да, ну вот, можем с вами посмотреть, как как мужчины и женщины распределены у нас по разным отраслям. И вот производство распределения электроэнергии, газа, воды. В принципе, высокооплачиваемая отрасль с хорошими зарплатами. Женщин всего 27%. Например, финансовая деятельность. Вот там женщин побольше. И с финансовой деятельностью интересная тоже история. Это интересный пример. Потому что, если мы вспомним советское время, когда банковская сфера у нас была довольно специфическая. У нас были сберкассы. И это была феминизированная отрасль, потому что зарплаты там были, ну, такие, ну, средние, но не очень высокие, не очень престижная работа. А когда мы перешли на рыночные рельсы и возникла банковская система, то мужчин в этой сфере стало значительно больше. Потому что им зарплаты там стали намного выше. И вообще эта работа стала престижной. Ну, и вот наши традиционные, да, в России женские отрасли феминизированные от образования и здравоохранения. 82 и 78% женщин. И мы с вами понимаем, что это не самые высокооплачиваемые отрасли. Но даже в этих отраслях существует разница в оплате труда мужчин и женщин. То есть вот мужчин там мало, но получают они больше, чем женщины в этой же отрасли. Потому что распределены они там тоже неравномерно, да, и вот если мужчина там есть у нас в образовании, то он будет на какой-то выше стоящей позиции, чем вот большинство этих женщин, которые там работают. Ну, или вот в здравоохранении, то есть внутри отраслей тоже эти разрывы существуют. Ну, и кроме того, у нас тоже это специфика нашего региона. Еще с советского времени у нас существовал список профессий, которые были запрещены для женщин, да, даже если бы работодатель захотел, то не имел права принимать женщин на такую работу. Существовало таких позиций 456 в 40 отраслях. То есть довольно много. Почти 500 позиций. И был он сокращен совсем недавно, как раз прямо ровно перед пандемией. Осталось там всего 100 позиций. То есть это большое, такое хорошее сокращение и вообще долгожданное. Потому что, ну, конечно, вот эти списки формировались после Второй мировой войны. Первые списки запрещены для женщин профессии. И тогда вопрос демографии стоял очень остро. И вот такая забота о женщин, их репродуктивные функции, она вот была, с одной стороны, продиктована вот этой поство военной ситуации, а с другой стороны, и вот такой подход, он тогда еще считался приемлемым. И в международном праве, например, тоже существовала там конвенция международной организации труда, которая запрещала работу женщин в некоторых тоже сферах. Но, конечно, у нас эволюционирует наше представление о равенстве. Но, кроме того, и работа в этих профессиях сильно за это время изменилась. Где-то работа автоматизированная, механизированная, где-то вообще уже диджитал и все прочее, да, и она уже не такая сложная и опасная. Но, да, вот интересно, что за то время, пока этот список существовал, женщины претендовали на эти должности, и женщины судились и пытались этот список вообще-то отменить. И вот одно из дел Анны Клевецов с Петербургом, которая хотела устроиться машинистом в метро, машинисткой, она дошла до Верховного суда. И вот Верховный суд нам как раз сказал, что да, хотя мы реализуем принцип равенства, но мы не можем это сделать без учета общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода. Ну, то есть это вот та самая забота о женщине в ее единственной репродуктивной функции. Вот. Но после этого было еще, да, было еще дело Светланы Медведевой, которая обратилась в комитет ООН, в комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, после того, как она судилась безуспешно в российских судах. И комитет ООН, конечно, признал о существовании такого списка, вот такого тотального запрета, который не учитывает интересы женщин. Он признал этой дискриминации, тоже рекомендовал нам отменить, пересмотреть этот список, чтобы потом и было сделано. Вот. Но чем нам еще было интересно это дело, эта женщина, она пыталась устроиться на речном флоте рулевым. И так вот вопрос с этой бредностью вообще этой работы, он заключался в том, что существует вибрация, которая может быть опасна для женщин. Но вот когда комитет ООН рассматривал это дело, он попросил предоставить медицинское обоснование, ну какую-то экспертизу, какие-то документы, которые объясняют, чем вот эти вот условия, они принципиально опасны для женщин, но как они иначе сказываются на здоровье женщин и не влияют на здоровье мужчин. Да, вот в чем это влияние, в чем это разница. И вот таких документов предоставлено никогда не было. То есть мы не знаем вообще, проводилась такая экспертиза или не проводилась там, но как это на самом деле определялось, да, ну и не говоря о том, что, например, вот некоторые профессии, которые заключены, монтаж там на высоте или крановщица на водных платформах. То есть понятно, что это работа не которая вредна для женщин и не вредна для мужчин, это работа, которая опасна для всех. То есть, да, как крановщица или крановщик на платформе, это может быть опасно в равной степени для мужчин и для женщин. И тогда задача наша вообще состоит в том, чтобы делать эти рабочие места безопасными для всех, а не исключать женщин просто из этой сферы, да, и вот делать вид, что мы вот так вот о них позаботились. Но уже и не говоря о том, что и ведь на мужчин тоже это имеет влияние, когда мы не уделяем вот должного, серьезного внимания условиям труда, просто мы говорим, ну хорошо, мы вот как бы о женщинах, о детях мы позаботились, да, вот мы их оттуда исключили, а мужчины пусть там как хотят в этих вредных условиях. И мы знаем, что у нас довольно высокий тоже разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, и вот эта история, она, конечно, свой вклад, но не только, да, не только это, но свой вклад тоже вносит, поэтому вот сокращение этого списка, это, конечно, такой большой и важный шаг, но тем не менее там до сих пор остаются такие профессии, как, например, водолаз, вот, которые все еще недоступны для женщин, от которых мы тоже, да, вот можем только предплакать. А почему же женщина не может, да, женщина не может, потому что женщина не может. Но это вот еще, да, все еще впереди. Вот. Ну и что нам говорит международная организация труда, которая занимает, собственно, да, и занимается вопросами вот этих заработных плат и условий труда и вообще всеми вопросами, которые связаны со сферой труда, они говорят нам о том, что вообще уровень заработной платы влияет на уровень и масштабы бедности и на формирование социально уязвимых групп. Ну, да, это вот то, о чем я уже сказала, что заработная плата влияет на достаток и на бедность не только в то время, когда мы получаем доходы от трудовой деятельности, но и еще долгое время, потому что размер пенсии зависит от размера зарплат и в России существует разница между размером пенсии мужчин, который выше, чем пенсии женщин. Вот. И, соответственно, на формирование женской бедности и в том числе и на размер социальных пособий, которые тоже назначаются. И один из главных факторов, который влияет на гендерный разрыв в оплате труда, это материнство. Материнство и рождение детей. И вот кроме гендерного разрыва существует еще разрыв в оплате труда между женщинами, у которых нет детей, и женщинами, у которых дети есть, в пользу женщин, у которых нет детей, и он тоже примерно на уровне 30%. То есть это один из вот ключевых факторов, который влияет вообще на заработную плату. Но с чем это, да, связано? Существует очень много разных исследований в разных странах, именно экономических, которые вот это вот, отслеживали эту зависимость. Конечно, женщины в связи с рождением детей вынуждены делать перерывы в профессиональной деятельности, ну вот в массе своей, да. Сейчас, конечно, очень сильно изменяется сфера труда. Один вообще из главных вызовов – это вот компьютеризация и диджитализация сферы труда. И это вообще-то имеет потенциал сделать многие сферы доступны и для женщин, и для тех групп, для которых они прежде были недоступны. Но все-таки пока это еще охватывает вот не все сферы деятельности, и поэтому вот без отрыва от профессии выполнять свои материнские роли, ну, большинство женщин не может, да, им приходится делать вот эти вот перерывы на рождение и воспитание детей, либо переходить на работу по какому-то гибкому или сокращенному графику, потому что именно женщины заботятся о детях, заботятся о других членах своих семей и вынуждены совмещать семейные обязанности с оплаченной работой. Вот, вследствие чего женщины часто даже предпочитают менее оплаченную, но остальные вот такую гибкую, подходящую для этого работу, подходящую для совмещения с семейными обязанностями. А так как все исследования нам об этом говорят, то появились даже такие специальные термины, как санкции за материнство и бонус за отцовство. То есть женщины в связи с рождением детей вот теряют, у мужчин такого эффекта нет, и даже есть обратный эффект, да, вот бонус за отцовство. Так происходит пока еще в большинстве стран. Вот, но и когда мы говорим о такой гендерной пирамиде, да, мы тоже с одной стороны вот эти вот перерывы на рождение детей тоже препятствуют вот такому быстрому по сравнению с мужчинами на продвижение по карьерной лестнице, потому что если вы сидите три года в отпуске и по уходу за ребенком, за эти три года ваши коллеги делают какую-то неплохую карьеру, да, которую вы пропускаете. Если у вас двое детей, это еще более долгий период, то, возможно, вы даже теряете квалификацию, потому что рынок труда и такие-то технологии очень быстро меняются, и вам потребуется переобучение или что-то такое, да, дополнительное. Ну и, кроме того, опять же, вот эти решения о продвижении по службе нередко принимаются, исходя из каких-то стереотипных убеждений. Мы это можем с вами наблюдать периодически. В средствах массовой информации публикуются результаты каких-нибудь опросов населения, где им задают вопрос вот о том, кто больше подходит на роль начальника, руководителя, да, мужчины или женщины. И мы там видим, что, в общем, часто говорят, приписывают женщинам вот эту большую эмоциональность, импульсивность, да, которая как бы несовместима с ролью руководителя. В то же время, когда мужчинам приписывают набор операциональности, спокойности, да, умения принимать решения в сложных ситуациях, хотя мы с вами понимаем, что вот эта ситуация, да, когда все-таки человек выше пола. Все люди разные, да, и вот Зигмунд Фрейд в свое время сформулировал нам вот это утверждение «Пол — это судьба», да, и вот тогда мы можем мыслить в такой парадигме, но все-таки в 2022 году мы говорим, что человек выше пола, и индивидуальные способности у всех могут быть родные, независимо от их пола. Вот. Ну и появились еще специальные такие термины, которые описывают вот эту вот ситуацию, которая складывается в профессиональной сфере. и вообще само появление вот этих отдельных и специальных терминов, оно нам демонстрирует, что это хорошо укоренившиеся и распространенные практики, да, для которых даже вот уже названия свои появились. Это стеклянный потолок, который, собственно, описывает тот невидимый какой-то барьер, который, да, ну, нету правила, нигде не пропишут, что мы женщин там не назначаем начальниками или что-то подобное. Но фактически вот это продвижение женщин по служебной лестнице бывает затруднено, и существует такой обратный еще термин, который называется «липкий пул», который описывает ситуацию, когда женщины надолго застревают, как бы вот залипают на низко стоящих позициях и, да, не могут продвигаться вверх по служебной лестнице, вот. Ну и говоря о стереотипах, да, вот когда такие стереотипные решения принимаются, которые основаны на стереотипных представлениях о роли в обществе мужчин и женщин, и мужчине приписывается роль кормильца семьи, о женщине-хранительнице очага, и как бы для женщины вроде бы профессиональная сфера, но она уже не так важна, и вот ее доход не так важен, и можно ей заплатить меньше, потому что для мужчины это важно, мужчине нужно семью содержать. Ну вот что говорит нам российская официальная статистика о занятом населении по возрасту и семейному положению. Но мы видим, что вот экономически активное население от 20 до 60 лет, женщины, состоящие и в зарегистрированном, и в незарегистрированном траке, вот они активно вовлечены в рынок труда, то есть это все работающие женщины. То есть у нас вот эти представления, они фактически не соответствуют реальности. То есть в российском обществе нет такой ситуации, когда мужчина содержит семью, а женщина не работает. Это, ну, бывают, конечно, отдельные случаи, да, но это не является такой вот массовой и наиболее распространенной ситуацией. Нет, у нас в семье работают оба супруга или оба партнера, и это обусловлено в значительной степени именно спецификой российской экономики, потому что в силу того, что зарплаты в России низкие, для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни семье, особенно семье с детьми, просто вынуждены работать оба родителя. То есть у нас нет возможности женщину сидеть дома и находиться на обеспечении мужчины. Ну вот, смотрите, средняя зарплата официальная в прошлом году 57 244 рубля, но это средняя зарплата, да, то есть фактически люди, ну, даже если вот эту цифру мы возьмем, навряд ли семья, особенно семья с ребенком или семья с двумя детьми может прожить на такую сумму, да, если работает один человек взрослый в семье. Невозможно. Но более того, часть российских работников получает еще зарплату на уровне минимальной оплаты труда, и вот минимальный размер оплаты труда в России тоже традиционно очень низкий, сейчас он в районе 15 тысяч рублей. Ну это, в общем, тоже, да, это вот вообще о доходах, уровень доходов российских семей. Конечно, там необходимо работать и мужчинам, и женщинам. И вот это представление, оно совершенно не совпадает с реальной ситуацией, которая у нас в обществе существует. Ну и вот этот интересный вопрос, который касается не только оплачиваемой работы, но и неоплачиваемой работы, да, кроме работы, которую мы выполняем за деньги, еще есть много той работы, которую мы выполняем, не получая за это никакой оплаты. И большую часть неоплачиваемой работы – это уход за детьми, это какая-то работа по дому, уход за другими родственниками – традиционно тоже выполняют женщины, и традиционно и общество в своих ожиданиях возлагает вот эту вот заботу на женщин в большей степени, чем на мужчин. Вот, и считается, что это также влияет на разрывы в заработной плате, и если бы женщины тратили часть того времени, которое они тратят на неоплачиваемую работу, на образование или какую-то подработку, или там больше оплачиваемой работы, да, то и результаты их могли бы быть лучше, но и более того, вот специфика настоящего времени, она еще тоже существует, и вот поколение работающих женщин сейчас активно, да, экономически активное население заключается в том, что вот это назвали поколением сэндвича, то есть с одной стороны продолжительность жизни у нас увеличилась, и многие пожилые родственники нуждаются в уходе, который ложится на плечи женщин традиционно. С другой стороны, у них еще дети, которые не настолько взрослые, да, и тоже нуждаются во внимании, заботе и уходе, и вот это вот, да, назвали поколением сэндвича, то есть с двух сторон, да, вот требуется эта забота, которую выполняют те же женщины, которые имеют еще оплачиваемую работу. Так, сейчас, как-то все заработало само. Но я, да, пока вот все тут открывается, я вообще скажу, что на эту проблему вот этой неоплачиваемой вообще работы, вот этой неоплачиваемой сферы обратили внимание, конечно, совсем недавно экономисты, экономисты, а, собственно, когда они обращают на это внимание? Когда в экономику, как в науку, приходят исследовательцы-женщины, которые работу выполняют, и которые, собственно, и решают, что можно тоже это исследовать, и можно это померить, и можно вообще померить, а какой вклад во внутренний валовый продукт вносит эта неоплачиваемая работа. И, конечно, в последние годы уже во всем мире такие исследования проводятся, и в России в том числе, да, но долгое время вот эта работа, она вообще была исключена из сферы внимания экономистов, которые учитывали только сферу оплачиваемого труда, и совсем не учитывали эту вот работу, да, и вот вышла знаменитая книга, тоже уже совсем недавно, которая так и называется «А кто готовил Адаму Смиту?» Адам Смит был теоретик, экономист из XVIII века, который как раз много чего полезного написал, но совсем не видел вот этой неоплачиваемой работы, да, и никак, и вот женщины-экономисты, да, теперь в свою очередь вот задают мужчинам-экономистам вот такой вот вопрос, вот. Но сейчас это, в общем, такая тема очень актуальная, и которая, ну, все-таки на Западе больше исследуется, чем в России, но российские исследовательницы все-таки тоже делают такие исследования. Вот, если вам интересно, я в конце тоже скажу, где об этом можно посмотреть. Но еще когда вот мы перешли все в онлайн Zoom, я, конечно, предлагала во время каких-то наших занятий сразу такую ссылочку на тест, где можно было бы считать, а сколько часов в день вы тратите на вот эту неоплаченную работу, вот. И иногда это, в общем, для нас может стать сюрпризом, насколько много времени мы тратим на такую работу. Ну и, кроме того, вот было любопытное российское исследование несколько лет назад в МГУ о том, а на какую именно работу тратят женщины вот это время там на обслуживание детей, да, или на обслуживание мужчин. И это исследование говорило нам о том, что на обслуживание мужчин, женщины в домохозяйствах тратят даже больше времени, чем на обслуживание или на уход за детьми, что тоже, как мне кажется, в общем, довольно интересно. Вот. Ну и вот, да, опять же, Международная организация труда нам говорит, что в среднем около часа в день уходит у мужчин на такую неоплаченную работу, и у женщин больше четырех часов в среднем уходит. То есть, вот, большая разница, да, почти в четыре раза. Да, спасибо. И, опять же, да, вот все исследования, в том числе Международная организация труда, говорит нам о том, что вот более распределение, такое равномерное распределение этих семейных обязанностей, которое, собственно, для нас означает большее вовлечение мужчин вообще, да, в эту сферу, позволило бы женщинам иначе строить свою профессиональную деятельность и свои карьерные траектории, открыло бы для них больше возможностей. Ну и вот такие меры, как оплаченный больничный, который чаще используют женщины, которые остаются детьми, когда они болеют, хорошо оплаченный отпуск по уходу за детьми могут, да, побудить мужчин уделять больше времени таким обязанностям, да, и где-то заменять женщин, потому что традиционно, конечно, у нас и больничный отпуск по уходу за детьми берут женщины, хотя такое право есть у мужчин, мужчины это тоже могут делать. Вот, и существуют прекрасные скандинавские, опять же, страны, где мужчины гораздо больше вовлечены в эту домашнюю работу и в заботу за детьми, и где они довольно часто используют отпуск по уходу за ребенком, и это вообще считается нормально, широко распространено, и министры, и премьер-министры, и президенты уходят в отпуск по уходу за ребенком, и это там уже и никого не удивляет. Вот, а почему же вот этот пример прекрасный скандинавских стран, вот в Скандинавии это работает, а в России не очень хорошо работает, хотя такое право у российских мужчин тоже есть. Вот, и у нас там мужчины примерно 2-2% случаев берут отпуск по уходу за ребенком, в остальных случаях используют его женщины. Но это вот тоже связано, собственно, с экономикой, с структурой доходов и с тем, как вообще формируется поддержка семьи, и в частности вот эти пособия, которые у нас назначаются на то время, когда вы пользуетесь этим отпуском. А вот в России это 40% от заработной платы. 40% от заработной платы означает, что вы теряете 60% своего дохода, больше половины. Это очень существенно, да, и вот этот выбор, он может быть и не только стереотипным, он может быть и рациональным, когда партнеры, супруги, да, договариваются, кто пойдет в отпуск, если мужчины у нас получают в среднем больше, чем женщины, то и потеряете вы больше, если мужчина пойдет в отпуск. То есть это может быть и экономически, и рационально. Вот, но и кроме того, вот эти 40% они еще и ограничены максимальным уровнем. Вот максимальный размер такого пособия 31 282 рубля сейчас, а минимальный, так и вообще 7 677 рублей. Ну что это означает? Это означает, что если ваша зарплата 100 тысяч рублей, то вы даже из 40% не получите, вы не получите 40 тысяч, вы получите только 31 тысячу. Вот, конечно, да, это сильное понижение доходов. И почему это хорошо работает в Скандинавии? Потому что как раз они приняли меры для того, чтобы на время вот этого отпуска пособие составляло 80, 90 или даже 100% от заработной платы. И тогда это совсем другой выбор. И для мужчин в том числе, да. Если вы, например, на полгода, вам предлагают не работать, а заниматься вашим же, да, ребенком или вашими детьми, и получать такую же зарплату, которую вы получаете на работе. Вот, но это уже совсем другая ситуация. Вот, и вот изменение, да, подходов к политике, вообще поддержки семей, к установлению этих пособий, оно как раз может иметь вот этот положительный эффект. Более того, вот сейчас многие западные компании приостановили свои деятели, да, или ушли из России. А до этого мы встречались и обсуждали это с крупными шведскими компаниями, которые работали в России. И они вот несут свою эту шведскую культуру, да, радостно. И они говорили, что для нас очень важно, для нас очень важно вот это гендерное радостно. Поэтому мы стимулируем своих сотрудников, не только женщин, но и мужчин, участвовать в воспитании своих детей. Мы знаем их по опыту своих стран, что это не только хорошо для гендерного равенства, но это хорошо для семейных отношений, это хорошо для отношений между родителями и детьми. И поэтому мы стимулируем, в общем, мужчин, которые работают на наших предприятиях, брать такой отпуск. И мы смотрели, да, сколько мужчин пользуется этой возможностью, и их количество было выше. И я даже смотрела в одном, да, вот цифры были сопоставимы, то есть на одном из предприятий отпуском по уходу с ребенком воспользовалось такое же качество мужчин, которое воспользовалось в российском регионе вообще в целом, да. Ну, то есть, когда мы предпринимали для этого усилия, да, мужчины тоже могут быть вовлечены во все эти процессы. Ага, даже можно тебя попросить. Но, да, но вместо того, чтобы стимулировать как-то дополнительно российских мужчин, даже те из них, кто хотят этим правом воспользоваться, они не всегда это могут сделать. И вот у нас было такое дело Константина Маркина, российского военнослужащего, который как раз хотел воспользоваться отпуском по уходу с ребенком, но не мог этого сделать, потому что вот женщины-военнослужащие могут взять такой вопрос, а мужчины не могут. Он судился в России, дошел до конституционного суда, конституционный суд ему в этом не помог, и он обратился в Европейский суд по правам человека. И там дело служилось дважды, сначала в обычном порядке, потом еще в большой полете. И, конечно, Европейский суд сказал, что вот такое неравное отношение к людям, которые находятся в равной ситуации, к мужчинам и женщинам в военнослужащем, это и есть дискриминация. Конечно, у мужчин должно быть такое же право взять отпуск по уходу за ребенком. Но решение это было давно, больше 10 лет назад, к сожалению, ситуация не изменилась. И вот на рассмотрении Европейского суда находилось и находятся еще несколько жалоб российских мужчин, тоже военнослужащих и сотрудников других ведомств, которых было отказано в таких отпусках. Но, может быть, вы слышали, что Российская Федерация сейчас вышла из юридикции Европейского суда по правам человека, поэтому вот дела эти будут рассмотрены, эти жалобы, которые уже были приняты, но, видимо, пока такого значения юридического для Российской Федерации они уже иметь не будут. Но вот Константин Маркин судился в своем случае довольно долго, получил компенсацию морального бреда по решению Европейского суда, но дети его в данный момент уже выросли, и отпуск ему уже не требовался. А можно следующий? Ну и если мы говорим еще о дискриминационных практиках в отношении мужчин и женщин, то вообще сфера труда, она у нас является сферой, где мы можем на как раз разных этапах, на всех этапах встретиться с этими практиками. Это и при устройстве на работу. Может быть, вы слышали или сами сталкивались, когда при устройстве на работу женщины могут задавать вопросы о том, планируете ли вы выйти замуж, планируете ли вы рожать детей, планируете ли вы взять отпуск по уходу за ребенком. Те вопросы, которые никогда не задают на собеседовании мужчинам, предполагая, что именно женщины будут выполнять вот эти семейные обязанности. Это довольно распространенная практика в России, и часто женщинам отказывали в премии на работу именно из-за того, что они молоды и по мнению работодателя могут уйти как раз в декрет. А потом они уже слишком стары, когда они уже вышли из декрета. Ну и так далее. На всех продвижении, когда мы принимаем решение о каком-то повышении квалификации, кого мы направляем, это тоже выбор часто в пользу мужчин при распределении работы и, собственно, конечно, при оплате труда, и при оплате труда, в том числе даже в одной и той же организации. И есть разные факторы вообще, которые делают такие практики возможными. Например, это такая уже устойчивая очень практика в России такого засекречивания зарплат. Люди, которые работают в одной компании, часто не знают, у кого какие зарплаты, они могут работать в одном отделе, и даже в трудовом договоре часто встречаются вот эти положения, которые прям включают отдельный пункт, что запрещено с коллегами обсуждать вашу зарплату. Вообще-то это незаконно, не может трудовой договор содержать вот такого ограничения, и заработная плата не может быть отнесена к сфере тайны, которая охраняется. Но фактически это происходит, и часто люди, например, после увольнения только узнают, что, оказывается, у них там была зарплата меньше, чем у их коллеги. Или вот как мне рассказывала одна моя знакомая девушка-оператор, которая работала в киноиндустрии довольно долго, и она сказала, в какой-то момент я поняла, что все, это работа тяжелая, зарплата низкая, нужно увольняться. И она пришла, сказала, что она увольняется, ей сразу зарплату повысили в три раза. Она поделилась этой радостной новостью со своим коллегой-мужчиной, который искал, что он с самого начала получал такую зарплату. Вот, да? То есть вот так. Или другой пример еще. В одном из российских регионов региональная телевизионная компания при приеме молодых сотрудников, выпускников факультета журналистики, их университета, они сразу присваивали мужчинам, то есть вот это молодые люди, выпускники девушки, молодые люди, у которых нет опыта, которые закончили одинаковый вуз. Вот мужчинам автоматически присваивался более высокий грейд, который давал более высокую зарплату, а значит женщинам там надо было еще отработать год, чтобы его повышать, чтобы данных мужчинам требовалось больше времени. Но вот такие вот практики, они незаконны, даже российскими законодательствами это запрещено, но на практике это все существует. И если мы посмотрим на законодательство, мы часто можем слышать, что какая дискриминация у мужчин и у женщин, у нас равные права в семье, мы там еще в 17-м году, после революции, мы всех уравняли в правах. Но декларативно это скорее так, у нас и в Конституции, и в Трудовом кодексе, что касается сферы труда и других, в кодексах у нас за дискриминацию предусмотрена вообще ответственность и административная, и даже уголовная, но, к сожалению, до тех пор, пока у нас нет эффективного механизма защиты прав тех людей, которые сталкиваются с дискриминацией, и эти положения, они вот остаются декларациями, они даже не работают, они нас фактически не защищают. А в России это, к сожалению, так, но вот, например, прекрасная статья Уголовного кодекса нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина. Ну вот, дискриминация сюда относится. Часто ли применяется вообще у нас эта статья, кого-то привлекли к такой ответственности? Никогда. Никогда не применяется. Вот. Ну и интересно, что мы это с вами обсуждаем в Калининграде. Мне вот очень приятно, потому что как раз вопрос о отсутствии эффективных средств правовой защиты от дискриминации в России поднимался жителями Калининградской области. Да, была такая замечательная история. Здесь существовало, существует до сих пор профсоюз, профессиональный союз докеров в морском порту. Вот. И докеры столкнулись с дискриминацией в сфере труда. Это не была гендерная дискриминация, это была дискриминация по принадлежности к профсоюзу, потому что профсоюз был активнее, активно боролся за свои права. И, в общем, к этим людям применялось иное обращение, ухудшающее их условия, худшие условия труда, более низкой зарплаты, чем к тем людям, которые не состояли в этом профсоюзе. Вот. Они жаловались в российский суд. В России не существует хороших механизмов, не существует правил по распределению времени доказывания в российских судах делах по дискриминации, что делает почти невозможным защиту в суде. Никакого иного органа, у нас никакой государственной инстанции, которая занималась бы вопросами дискриминации, не существует. Трудовая инспекция не наделена такими полномочиями. Вот в разных странах это происходит по-разному, и там, где есть специальные органы или трудовые инспекции этим занимаются, это работает эффективно. У нас нет. Вы только сами индивидуально можете обратиться в суд. Суд — это долго, дорого и сложно. Ну и вот в отсутствии вот этих специальных процедур усмотрения таких дел, это еще и малоэффективно. То есть у нас дела о признании дискриминации, они вот единичны. И калининградские докеры обратились в Европейский суд. И вот Европейский суд еще 10 лет назад тоже в своем решении подробно рассмотрел вообще ситуацию в России, собственно, сказал, что в России нету никаких эффективных правовых механизмов защиты от дискриминации. И с того времени, к сожалению, почти ничего не изменилось. И вообще-то это большая проблема. И российское законодательство здесь, да, не идеально его хорошо бы совершенствовать, еще дорабатывать. Но и хотя бы, да, вот эти вот механизмы создать, которые могли бы нас защищать от дискриминации. Даша, можно тебя еще попросить перевернуть. Вот, единственное такое изменение, которое с тех пор произошло, это то, что был принят запрет на публикацию дискриминационных требований в объявлениях на РАНГОПУ. Вот, и если мы отмотаем, да, надолго назад, вот в 2009 год, когда такого запрета не было, мы делали там исследования, и вот там 73-69% объявлений о работе содержали вообще дискриминационные требования. Мы хотим, чтобы это был мужчина, или требуется женщина, требуется мужчина, молодая женщина, до 25, не знаю, до 30, ну и так далее, славянская внешность, все что угодно. Вот, и можно тоже следующий слайд, вот, который как раз нам показывает, что вот эти вот, да, пол и возраст были основными условиями, которые там обозначались. Но вот после принятия этого закона количество таких требований в объявлениях сильно снизилось. Нельзя сказать, что они исчезли вообще, но были введены административные штрафы, которые как раз применяют, то есть механизм был создан, он работает. Они небольшие, но тем не менее, да, все уже понимают, вот, что вот это запрещено, вот, но из практики, из практики это не ушло, то есть из объявлений ушло, но на практике еще сохраняется, и можно тогда на следующий слайд. Да, переключите. Вот, но вот в других, да, в других странах это работает иначе, и я вот люблю приводить пример Израиля как страны, которая уделяет большое внимание вообще борьбе с дискриминацией. И вот, например, да, в Израиле существует специальное управление по контролю за равноправие в сфере трудовой деятельности, которая занимается этими вопросами, которая имеет довольно большие полномочия, да, и вот какие вопросы они рассматривают. Например, женщина получала зарплату на 35% ниже, чем ее коллега-мужчина, который выполнял ту же работу. А когда она обратилась с жалобой в эту службу, то работодатель сказал, что такая разница, она, собственно, связана с тем, что при приеме на работу требования женщины по зарплате были ниже. И мы знаем, что в России такая практика тоже существует, но редко работодатели публикуют вот свои вилки заработных плат, вы приходите на собеседование, у вас интересуются вашими ожиданиями. Вот, да, и потом вам скажут, что ну вы сами попросили такую зарплату, вот поэтому они у вас и разные, да, женщина попросила меньше, мужчина больше. Ну и они говорят, что нет, это не хорошее и недостаточное объяснение для такой ситуации, потому что существует вот этот принцип равной оплаты за равный труд. Ну или как раз вот ситуация, которая распространена в России, когда при наборе на работу, да, работа совершенно обычная, менеджер по продажам, а на собеседовании уже женщины было сказано, что только мужчины на эту должность подходят. Ну вот там это как работает, вы можете пожаловаться в эту службу, она уже сама в ваших интересах обратится в суд, и суд присудил в этой ситуации, этой заявительнице 50 тысяч шекелей, это примерно 15 тысяч долларов. Ну вот в России, если вы обратитесь в суд по делу о дискриминации, и да, у вас будет достаточно денег на адвоката, достаточно времени и там не двое, не трое детей, да, чтобы этим заниматься, это будет, ну такой сложный, все-таки даже юридический сложный процесс, на что вы можете рассчитывать в этом случае? Тысяча рублей. Суд не может обязать работодателя, например, если вам отказали в приеме на работу, потому что вы женщина или потому что вы мужчина, а такие вот случаи у нас тоже в практике были, когда мужчине, например, отказали в приеме на должность главного бухгалтера, потому что работодатель, наоборот, считал, что это должность, вот главный бухгалтер, она женщина подходит, да, мы тогда тоже судились, и суд первой инстанции тогда нам сказал, что ну это право работодателя, и только уже суд второй инстанции сказал, что да, это все-таки дискриминация. Но в общем суд не обяжет работодателя принять вас на работу, нет, суд единственное, что может сделать в этом случае, это присудить вам как раз вот эту компенсацию морального вреда, компенсация морального вреда в России очень низкий вообще судебная практика по всем делам, в том числе по делам о дискриминации. Может быть кто-то из вас слышал, несколько лет назад было дело о дискриминации в аэрофлоте, о дискриминации бортпроводниц, когда зарплата бортпроводниц фактически стала зависеть от того, как они выглядят и какой у них размер одежды. Но вот тогда тоже наш центр ввел это дело в суде. Ну да, выиграли суд, и суд присудил эту компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Но вот с одной стороны, насколько это вообще компенсирует действительно моральные страдания пострадавших, с другой стороны, насколько это существенно для такой большой компании, да, является ли это таким сдерживающим фактором для того, чтобы не повторять вот эти практики в будущем, но скорее всего нет. А вот как раз Израиль или Соединенные Штаты, они идут по другому пути, вот может быть вы тоже знаете, что в Соединенных Штатах нет такого трудового кодекса, как в России, и там, например, не урегулированы так подробные трудовые отношения, то есть вы можете прийти на работу, и без всякого предупреждения вам скажут, ну все, до свидания, вы больше тут не работаете. Вот. Да, у нас в России все-таки закон такой невозможно, но с другой стороны, вот антидискриминационное законодательство там работает иначе, и если такое увольнение будет признано дискриминационным, а не просто там какое-то другое решение работодателя, то вот эти штрафы и компенсации будут очень высокими, и это как раз стимулирует, да, эти компании соблюдать закон, потому что они знают, что в случае вот таких нарушений это будет для них существенно, и вот тогда это работает хорошо у нас, пока, к сожалению, это работает иначе, что и позволяет существовать вот этим всем дискриминационным практикам, можно следующий. Вот. Ну и так уже переходя к последней части презентации, вот, надеюсь, что все еще не очень сильно устали. Вот. Вообще, как, да, вот я говорю, что наши представления обо всем, они эволюционируют, и о правах человека, и о равенстве, о том, что приемлемо и неприемлемо, а вот экономические, да, расширяются исследования, какие-то новые вопросы в эту область входят, и вот одной из таких, да, тем новых для нас стал харассмент в сфере труда. Харассмент является одной из форм дискриминации, и, конечно, с харассментом могут столкнуться и мужчины, и женщины, но женщины страдают от этих практик чаще, и в сфере труда женщины тоже страдают от этого чаще из-за вот этого неравномерного распределения власти в этих отношениях тоже. И, да, вот во многих странах вообще не существовало законодательство, которое защищает от такой формы дискриминации, как харассмент или сексуальное домогательство, как это мы переводим иногда на русский язык. Вот, можно следующий. И, собственно, экономисты тоже включили в сферу своего внимания этот вопрос, и оказалось, что харассмент в сфере труда тоже имеет экономический эффект. И последствия насилия и домогательства, они стоят за миллионы долларов, поэтому нам необходимо тоже обращать на это внимание, и они имеют эффект не только на индивидуальном уровне для пострадавших, а исследования говорят о том, что женщины в 16 раз чаще, чем мужчины, оставляют работу из-за того, что они сталкиваются с харассментом на работе. Вот, но не только вот на индивидуальном уровне, но также и на уровне организаций, да, компаний, предприятий, но и, да, как следствие на макроэкономическом уровне тоже. И, да, вот эта борьба с насилием и домогательствами, она была провозглашена совсем недавно одной тоже из целей, да, одной из задач для достижения гендерного равенства. И только, да, вот только в 2019 году тоже был принят вообще первый стандарт международный, это конвенция об оскоренении насилия и домогательств в сфере труда, который приняла международная организация труда. И у этого, да, стандарта вообще интересная тоже история, потому что еще в 85-м году на эту проблему обратили внимание. Это, с одной стороны, очень долгая такая 30-летняя история, да, пока вот это было сформулировано в стандарт первый, который вообще в мире на эту тему принят. А с другой стороны, она нам еще интересна тем, а кто был движущей силой вообще этих изменений, вот кто двигал этот стандарт. Часто мы можем слышать, что это все нам американские феминистки навязывают, да, вот эти проблемы, там у них мету и все остальное. У нас, в общем, вроде бы об этих проблемах тоже никто не слышал. Но вот если мы посмотрим, то инициировали вообще принятие этого стандарта международной и профсоюзной организации, то есть это объединение трудящихся, трудящихся. И в первую очередь женская их часть, то есть женская часть профсоюзного движения из разных стран, например, Латинская Америка, это и африканские страны, это и страны нашего региона, и там Европа, да, и это вот весь мир. И как минимум пять раз они выходили с инициативой за последние годы в отношении принятия такого стандарта, и только после этого, вот он был принят к рассмотрению, согласован. Это тоже довольно интересная процедура, как раз я в 2019 году там присутствовала в Международной Организации Труда, когда этот документ обсуждался и проходило там голосование. Международная Организация Труда сама по себе очень интересная, потому что все международные организации — это межправительственные организации, и страны там представлены своими правительствами. И вот единственная у нас есть Международная Организация Труда, которая отличается от всех, и страны там представлены тремя странами — это правительство, бизнес, работодатели и трудящиеся профсоюзы. И в связи с этим работа этой организации, она, конечно, более динамична и вот для нас интересна. И интересно еще тем, что именно эта организация за счет того, что вот трудящиеся, да, там имеют такой равный голос, как и правительство, как и бизнес, часто выступает первая организация, которая устанавливает какие-то стандарты. И вот если мы посмотрим историю, то вообще считается, что первый международный стандарт, который относится к гендерному равенству, это и была Конвенция Международной Организации Труда, которая более ста лет назад еще была принята, номер три, то есть третья конвенция, которую они вообще приняли, они в 1919 году были организованы. МОД. Эта конвенция была об как раз отпусках для женщин, которые имеют детей. То есть, да, вот уже тогда было понятно, что это большая проблема в сфере труда. И вот, да, первый стандарт был принят, МОД, и теперь последний стандарт, который пока был принят в мире, который относится к гендерному равенству, тоже вот был принят этой организацией. Можно следующий слайд. Ну и к вопросу о том, а кто вообще все это двигает. Опять же, вот три года с момента принятия прошло один год с момента вступления Конвенции в силу. Для того, чтобы Конвенция вступила в силу, требуется, чтобы ее ратифицировали две страны. Ну что это были за страны? Это был Эквадор и Фиджи. То есть, и вот, да, вот 22 страны сейчас ее ратифицировало. Вот мы видим, что большинство стран, это даже не западные, не европейские страны, да, вот как мы привыкли, может быть, думать, да, об этом. То есть, это вот и Латинская Америка, это и Африка, и Азия. Везде эта проблема существует. Там, где к этому относятся серьезно, там ратифицируют эту конвенцию и применяют ее в жизнь. В нашем регионе, как мы видим, пока нет ни одной еще страны, которая бы ее ратифицировала. Возможно, это будет Кыргызстан или даже Узбекистан, да, где все-таки такие обсуждения ведутся. Вот в России, как мы можем видеть, ну, серьезного обсуждения пока такого нет, мы не знаем, да. То есть, вот такие планы нигде не обозначены, что мы там планируем ее ратифицировать. Вот, ну, а на международном уровне все движется, да, и движется. И вообще, чем она для нас ценна, эта конвенция, что она, во-первых, вводит, наконец, юридические понятия, что же такое харассмент, преследование, домогательство, что она описывает сферу аннуантовой, как должна сфера труда быть защищена, и что в случае ратификации появляются дополнительные механизмы контроля за соблюдением этого стандарта. Вот, и тут для нас интересно, да, хотя она пока и не ратифицирована в России, и в российском законодательстве вообще нет такого термина, как харассмент, и никакого аналога для него нет, и тоже специальных механизмов защиты от этого у нас тоже нет, какая-то дискриминация. Но она нам все равно полезна и интересна тем, что как бы она нам дает вот этот вектор и вообще представление о том, как должно быть быть, как могла бы выглядеть безопасная рабочая среда. И она говорит о том, что вот работает не только наше физическое рабочее место, но это дорога с работой на работу, это какие-то общественные мероприятия или учебные, которые связаны тоже с работой, где тоже никто не должен подвергаться насилию и харассмента, и что также это технологии, которые связывают участников мира труда. Ну вот, да, наша диджитализация, виртуализация, как раз это особенно сейчас актуальна. И вот я говорила, что на фоне пандемии возрасту насилие, и вот это вот онлайн-насилие тоже увеличилось, то есть больше людей перешло на работу онлайн, и угрозы преследования в отношении женщин в первую очередь, их тоже стало больше за время пандемии. И, конечно, онлайн-насилие, оно имеет свои особенности, и работать с ним еще бывает сложнее, чем с физическим насилием, потому что оно может совершаться дистанционно без какого-либо физического контакта. Оно носит глобальный характер, может распространяться по всему миру. Но вот было у нас тоже такое российское дело, когда бывшую супругу преследовал мужчина, который находился в другой стране, и у нас тогда их территориальность вообще работает еще сложнее с таким случаем, так оно и вообще может быть анонимным. Человек может вам славать угрозы, вы даже не знаете и вообще, кто это. Но и да, можно переворачивать. И вообще, да, у нас даже вот на реальное насилие не всегда серьезно прохранительные органы реагируют, вот гендерные, а на виртуальное тоже, в общем, не всегда. Ну и вот эта конвенция, она как раз содержит тоже вот это определение как киберпреследование или киберхарасмент, в общем, объясняет, что это, что тоже подобные явления должны искореняться. И можно еще тоже переворачивать. И еще что тоже важно, что она обозначает вот напрямую, впервые обозначает связь сферы труда и домашнего насилия. Она говорит о том, что последствия домашнего насилия тоже влияют на сферу труда, и что эти вопросы связаны, и что в профессиональной сфере мы можем и вообще должны бы уделять внимание еще и этой проблеме. Вот. И как раз, да, здесь вот возникает вот этот вопрос об особой роли и ответственности работодателя, которые могут и должны не допускать подобных ситуаций в своей практике, пресекать и привлекать виновных лиц к ответственности. Вот, да, когда я говорю, что в России нет такого регулирования, механизма нет, но, да, вот, хорошо бы, чтобы оно появилось, но вот этот процесс очень долгий. Изменение законодательства — это серьезный, долгий процесс, и вообще мы на него мало можем влиять. Но, если мы говорим о сфере труда, здесь у нас появляется еще один уровень, локальный уровень организаций, которые могут просто на уровне своих компаний устанавливать вот эти правила, запрещающие и дискриминацию, и харазму, прописывать процедуры расследования, обучать людей, которые там работают, правилам поведения, да, объяснять, что является неприемлемым, куда пожаловаться, как действовать в этой ситуации, и в том числе имеют полномочия привлекать вот нарушителей к ответственности. В России это тоже возможно. Такие практики, скорее, сейчас распространены тоже в больших международных компаниях, и вот в том числе в компаниях, которые работали в России, такое встречалось, да, и работодатели вообще в последнее время стали больше этим вопросом уделять внимание, чем раньше. Но, к сожалению, пока это все-таки еще не так часто распространено в России, но вот если, да, если вы с этим столкнетесь на работе, то не стоит пренебрегать этой возможностью, пока мы ждем вот изменений таких институциональных, да, мы можем в своих организациях уделять это внимание, поговорить, там, обратиться в отдел кадров, начальник или кому-то еще, поговорить об этой проблеме, вообще на это обращать внимание, но или есть в организации, если активный профсоюз, то вот он тоже может быть в нашем союзе, а вообще профсоюзы во всем мире продолжают вот эту активную кампанию в этом направлении, в том числе по установлению такого локального регулирования на уровне организации. Можно следующий, да, и вот, да, все движется и движется в этом же направлении, и в этом году вот даже Международная организация труда приняла еще один стандарт, который назвали вообще важнейшим событием за последние 25 лет в сфере труда. Они сказали, что безопасность и охрана труда являются основным или фундаментальным правом вообще для всех. И все страны, независимо от того, ратифицировали они какие-то конвенции, не ратифицировали, просто в силу участия в этой организации, которые должны соблюдать этот принцип. Ну, Россия является, конечно, активной участницей Международной организации труда. Ну, и вот, да, для нас тут что интересно, что здоровая и безопасная среда рабочая, она понимается как раз широко. Это не только физические какие-то элементы, но и психические, в том числе защита насилия и домогательства труда. Это еще такое значимое событие, о котором тоже в России мало говорят, хотя много внимания к этой теме будет привлечено в будущем, очевидно. Вот, и можно еще тоже перелеснуть слайд. Вот. Что вообще со всей этой ситуацией можно делать, да, какие вот, какие уже найдены решения, что работает хорошо. Конечно, политика равных возможностей в сфере занятости и в сфере образования, которая имеет решающее значение для сокращения разрыва в оплате труда, более равномерное распределение семейных обязанностей. оплачиваем больничный отпуск, да, в увлечение мужчин, вот, как мы уже сказали. Можно еще перелеснуть слайд. Ну, и да, вот тут важно сказать, что все-таки ни в одной стране в мире не удалось искоренить дискриминацию только законодательными мерами. Все-таки важно менять им представление людей о том, что приемлемо, а что не приемлемо. Поэтому вот борьба со стереотипами, просветительские программы, вот это все тоже важно. Вот. Ну, и, конечно, да, вот содействие с общественными организациями, с профсоюзами, которые тоже могут быть активными участниками в этом процессе. И можно еще следующий слайд. Вот. Ну, и уже завершая, завершая свой рассказ, я хотела бы просто упомянуть о том, что вот это вот все, что было сказано о дискриминации в отношении женщин, о гендерном неравенстве, оно имеет еще один аспект. Есть такой интерсекциональный подход, интерсекциональная теория, которая говорит о том, что существуют люди или группы, которые в силу своих каких-то признаков, черт, в силу каких-то факторов могут быть еще наиболее уязвимы, вот чем вот эта вот общая группа, которая у нас женщин. Иногда это еще называется, да, множественной дискриминацией, иногда вот их выделяют как уязвимые группы. Ну, то есть, о чем мы говорим? Вот это вот все, что верно в отношении женщин, это все еще будет усугубляться, например, в отношении женщин-мигранток. Два фактора. Женщина и мигрантка. В отношении женщин с ВИЧ. А если женщина-мигрантка и с ВИЧ, да, то еще многократно. То есть, и вот как раз международный подход, он состоит в том, что они выделяют эти уязвимые группы и всегда пишут о том, что нужно учитывать, да, и применять вот этот интерсекциональный подход и учитывать эти особенности, что некоторые группы у нас есть, которые могут страдать больше, чем остальные. Можно еще, да. да, и вот, и это все, мой последний слайд на сегодня. Кроме того, что вот, да, было сказано, еще важно сказать о том, что женщины, приходя в традиционно мужские сферы, они еще сталкиваются с тем, что вот стереотипно их не всегда так же серьезно воспринимают как профессионалов, как мужчин. И вот есть такой сайт, который называется She is an Expert. Они проводили исследования видимости женщин в русскоязычных медиа. И они смотрели, вот когда обращаются в СМИ за экспертными комментариями, к кому они обращаются, к женщинам или к мужчинам, кого они цитируют часто. И тоже есть вот эта сегрегация. И в частности, когда это экономические комментарии, вообще преимущественно это будут мужчины, эксперты, экономисты. Вот, а если что-то, что касается ухода за детьми, да, вот таких вот тем, то это будут женщины, эксперты. Вот, и другое исследование, которое уже проводила я со своей коллегой тоже в прошлом году по региональным медиам России, по гендерному равенству в региональных медиа, которая нам показала, что в редакциях российских региональных медиа нет никаких политик, они просто отсутствуют, о том, а как происходит вот эта вот репрезентация экспертов. То есть нет, да, не существует установок, что мы там должны одинаково и женщин, да, одинаковое количество женщин, одинаковое количество мужчин. Нет, скорее всего, об этом даже никто никогда не думал. А вот, ну и вот, да, поэтому я решила тоже во все свои презентации включать еще рекомендации таких прекрасных женщин-эксперток российских. Вот, если вас интересует эта тема именно гендерная экономика, но это, конечно, не все, это просто вот, да, мои коллеги, которых я тоже часто цитирую, на которых ссылаюсь. Это Зоя Александровна Ходкина, которая тоже работает в Российской Академии Наук в социально-экономическом отделе, которая изучает очень давно еще с советских времен экономику и вот этот гендерный срез. Это Ирина Клобихина, которая доктор экономических наук, профессор МГУ, которая делает очень много исследований вообще о положении женщин в России. Но это все легко гуглится, все их работы. Вот Софья Рибрей, тоже, которая доцент кафедры МГИМО, у нее есть очень интересное исследование, которое они делали во время пандемии как раз по неоплаченной работе мужчин и женщин, и как вот в пандемии это там менялось, не менялось, да, и вообще, что с этим происходит в России. И Валерия Уткина, которая старший преподаватель высшей школы экономики, она исследует положение женщин на государственной службе. И вот государственная служба, казалось бы, это такой государственный сектор, да, где законы должны строго соблюдаться, и которые могут быть примером для нас. Но, оказывается, там тоже проблемы гендерной дискриминации существуют, как и в других сферах. Вот, ну, и в общем, если вам будет интересно прогуглить, у них много интересных работ, а сам сайт She's an Expert, он тоже очень интересный, потому что они для исправления вот этой вот ситуации создали большую базу экспертов, российских эксперток, женщин по разным темам, да, если вы работаете в СМИ, или что-то пишете, или вам будет полезно когда-то, вот вы можете на их сайте найти экспертов женщин по любым темам. Все, я на этом заканчиваю. Спасибо большое.